Вячеслав Дзятшенко на работе уже с 8 годин ранится. Правда, гэтый понеделок почался не так, як звычайно. Треба была обмерковать головные подеи опошнега тыдня, отказать на питании коллег, якие накировали Вячеслава на национальный сход. Людей текает, как будет развиваться краина в ближайшие 5 годов, а разом с ней и родный завод. У нас очень много делается на заводе, чтобы нашу продукцию брали, чтобы мы работали, не стояли. Вот посмотрите, сколько у нас новых цехов открывается постоянно. Так что мы довольны, что у нас все хорошо. Одно из главных питаний, что прогучало нас в ходе, – поддержка теленавитой молоди. Это особенно важно, когда говорится про инновационные технологии. Сейчас Белорусский металлургический завод вытремливает жесткую конкуренцию на международном рынке с боку китайских и японских предприемств. Когда продукция была запотребована, когда работать не на склад, нужно идти на ногу с часом и использовать на вытворчестве самые современные подходы. Не только в технологиях, но и в кировании вытворческими процессами. И тут нужно иметь специалистов высокого уровня. Если человек грамотный, образованный, то у него все получится. Главное, саморазвиваться и стремиться к лучшему для себя. Каждый должен определиться, что он хочет, и к этому стремиться. Если желание есть, то все получится. На заводе для молодежи это все есть. Сегодня БМЗ – это один из лидеров сирот металлургичных заводов на постсоветской просторы. По объеме товарной продукции белорусский металлургичный выходит улик пяти наибуйнейших предприемств в республике. Что год заводам инвестуется не меньше к 100 миллионов долларов США у техничное первоузброение, реконструкцию и новое обсталевание. Металлопродукция поставляется у больших 100 краин свету. У десятку наибуйнейших импортеров – Россия, Египет и Германия. БМЗ в своем развитии и прошлую пятилетку закончила на высокой ноте. Мы имели возможность модернизировать сталеплавильное производство, построить новый мелкосортный стан, который выпускает уже сегодня инновационную продукцию, которая востребована такими концернами, как BMW, Daimler, ведущими производителями автомобилестроения. Также эта продукция востребована в робототехнике и в сельском хозяйстве. Развитие инновационных технологий, поддержка отеляновитой молодости и поляпшение якости жизни людей – у всех эти вопросы были главной метой национального схода и нашли поддержку с боку делегатов. У этом на керунку и будет развиваться наша краина в ближайшие пять годов. Яугин Пабалавец, Марина Северьянова, Игорь Марышченко, Телера, ДО «Компания Гомель».